Одно упражнение такое, совсем простое. В любом перечислимом бесконечном множестве есть разрешимое бесконечное подмножество. Подумайте, почему это очевидно. В любом бесконечном перечислимом множестве есть бесконечное разрешимое подможество. Перечислимое – это когда есть программа, которая работает, печатает его элементы. Поскольку оно бесконечное, то оно никогда не прекратит печатать. Какой есть простой способ из него получить разрешимое? Разрешимое – это когда вы про любой элемент можете четко понять, он, так сказать, принадлежит или не будет. Замечательно, да. А как? Ведь в чем проблема перечислимого? Что напечатал какое-то число, потом напечатал какое-то большое число, потом поменьше, потом еще огромное какое-то число, потом еще несколько поменьше. И никогда не знаешь, эта программа на самом деле когда-нибудь напечатает маленькие числа? Она не напечатала сейчас еще 8, а когда-нибудь она напечатает его или нет? Вот в этом проблема перечислимого множества. Почему оно может быть неразрешимым? Так, ребята, очень просто. Надо запретить ей, что называется, вход назад. Может быть, видели в часовых механизмах и во многих других вещах бывает такая история, когда колюсико может поворачиваться в одну сторону, а в другую не может. Видели это? Здесь то же самое. А давайте договоримся, что когда мы выписываем элементы перечислимого множества, то у нас есть программа, она печатана. Напечатано число. Молодец. Напечатано следующее. Больше. Молодец. Напечатано следующее и меньшее. А вот давайте все, что меньшее, будем уничтожать. Не будет даже слушать. То есть, разрешим ей печатать только по возрастанию числа. То есть, если она напечатала уже миллион, то больше ничего. От одного до миллиона печатать нельзя. Дальше можно печатать только большие числа. То есть, разрешить ей работать только по возрастанию. Совершенно очевидно, что в таком случае эта программа будет давать вам возрастающую массу. И мы про любую число очень легко сможем узнать, оно принадлежит множеству или нет. Для этого достаточно дождаться, когда она уйдет в область большую, чем это число, и сказать, что ну все, она уже печатает большее число. И значит, если напечатала, то кто напечатала. А не обидчат у вас все, что вы никогда не обидчат.